Приветствую всех любителей натуральных камней, снова с вами я Дима и наша рубрика познавательные странички. В этом видео речь пойдет о мусковите. Из всего его разнообразия оттенков чаще всего встречаются серые, молочно-белые и белые минералы. По степени блеска выделяются перламутровый, шелковистый или стеклянный мусковит. Твердость минерала по шкале Мооса 2-2,5 единицы. В Древней Руси в 17 веке мусковит был самым широко добываемым минералом в стране. По этой причине минерал называли московской звездой или московским стеклом. Такой породообразующий камень классифицируется как метаморфический, магматический и осадочный минерал. Как и другие слюдяные породы, мусковит благодаря своей кристаллической структуре быстро распадается на прозрачные пластинки. Он не особенно устойчив к атмосферным воздействиям и быстро превращается в глину, но не разлагается при контакте с кислотами. Упругие и прозрачные, достаточно крупного размера пластинки мусковита, начиная примерно с 12 века, использовали для остекления домов. Их вставляли в окна те, кто мог себе это позволить, так как мусковитные стекла было удовольствием не из дешевых. Первые случаи такого применения слюды историки обнаружили в древнем Новгороде. Сюда мусковит привозили из Карелии и Кольского полуострова. Из Новгорода мода на слюдяные стекла распространилась в другие русские города, а потом московское стекло стали активно экспортировать за границу. Кстати, само название мусковит происходит от старинного названия России «Московия». В 16-17 и первой половине 18 века мусковит становится одним из важнейших экспортных товаров нашей страны. Его вывозили в западные страны через Архангельский порт. Кроме окон в постройках, мусковит в то время использовался на флоте для защиты пламени корабельных фонарей от ветра. Широкое производство обычного стекла постепенно вытеснило мусковит со строительно-отделочного рынка, хотя слюда имела ряд преимуществ перед стеклом, например, не обмерзала зимой. Слюдяные листы можно было латать и обновлять, отщипывая помутневшие листочки. Потом на европейских рынках появилась слюда из Индии, и слюдяной промысел в нашей стране на какое-то время был подзабыт. Пластинки мусковита в 19 и начале 20 века использовали в абажурах для ламп, очках для пожарных и металлургов, противогазов, керосинок и газовых горелок. На Урале находят хромистый мусковит, который является дорогим. Из него в давние времена точили вазы. Минерал, добытый в Бразилии, покупают коллекционеры. Из карельского мусковита делают декоративные элементы, поделки, сувениры, покрытия. Считается, что камень с ровной поверхностью без дефектов стоит дороже. Качество минерала зависит от трещин и состава. Глубокие полосы на поверхности приводят камень в негодность. Виды мусковита с железом всегда пригодятся в производстве, так как будут проводить ток. Мусковит эластичный, упругий, но хрупкий камень. Мусковит применяют также для изготовления украшений. Для этого минерал обрабатывают с помощью кабошонов. В основном из мусковита делают бижутерию. Его вставляют в дерево, металл, кожу. Изготавливают оригинальные кольца, кулоны, браслеты, сереги. Такие украшения отличаются необычностью узоров, оттенков, размеров. Тщательно подбирайте бижутерию к наряду. Она подойдет как для повседневной жизни, так и для торжеств. Существует мнение, согласно которому лечебные свойства мусковита проявляются прежде всего в его способности благотворно влиять на состояние кожи. Камень обеспечит человеку молодость, красоту и свежесть. Он поможет избавиться от юношеских прыщей и угрей, снимет зод и шелушение кожного покрова. В природе мусковит встречается довольно часто. Наиболее известные месторождения этого минерала расположены на Кольском полуострове, Восточной Сибири, Индии, Канаде, США, Бразилии. А на этом у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать все наши новые видео. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok